8 сентября 2019 года. Красный день календаря для забайкальцев. Александр Осипов одержал победу и возглавил 75-й регион. Тогда все были уверены, наконец, жизнь простого народа изменится и были правы. В Забайкале в наглаженных белых сорочках сразу же потянулись мигранты из других регионов, для которых на Чайковского 8 были заготовлены козырные места. Спустя время что-то пошло не так. Один за одним варяги начали покидать регион, которому, казалось бы, еще недавно пели дифирамбы, восхищаясь людьми, голубым небом и ярким солнцем. Как говорится, прошла любовь, пакуем чемоданы. Те же, кто остался, продолжают говорить о своих распирающих душу чувствах. Руководитель администрации губернатора Марат Мерхайдаров объявляет конкурс на лучший слоган для региона. После азбуки Забайкаля местные уже ничему не удивляются. Решаются важные государственные задачи. Слоган будет якобы вписан в историю и в дальнейшем представлен не только стране, но и всему миру. Вообще практика хорошая, если также миру в дальнейшем кричать не только о безграничной любви, но и о бедах в регионе, бездействии отдельных лиц из числа чиновников и о проблемах, которые здесь не решаются десятилетиями. А вот с выражением «Забайкалье, край сильных духом, нельзя не согласиться. Это и правда люди выносливые. Черта неврожденная, скорее приобретенная. Такое бывает, когда приходится выживать». Практика здесь такая. Отдельно взятая ситуация в регионе плачевная, а отчеты в федеральные центры подаются противоположные и даже с завидными показателями. «Там даже исходные данные просто из воздуха взяты. Вы понимаете, там не буду брать что-то около 20 с лишним у нас бассейнов в Забайкальском крае». И якобы построенная школа в Каштаке. Чиновники весело и задорно сдали ее федеральному министру просвещения, в то время как работы там было непочатый край. Часть помещений не коснулась даже черновая отделка. Не достроят посторонних глаз, прятали как могли. «Вот скажите, сейчас на крыше что за работы ведутся? А что делали? Ничего не делали». Ничего не происходит и в жизни забайкальских детей-сирот. Хотя нет, некоторые телодвижения есть, правда далеко не в их пользу. «В каком году они хотели? Мне на камеру. Мне на камеру. В каком году они хотели? Это весна. Это весна. А вы не знаете, это сделано специально?» «Не знаю». Не знают забайкальцы и как справиться с головной болью, которая, кажется, переходит уже в хроническую стадию. Разбитые дороги. Те же жители станции «Лесная» из-за этого скоро останутся без куска хлеба и подвоза. А им, так же, как и жителям Новой Куки, в это время кладут маленький кусочек асфальта в центре и то с нарушениями. И кто кладет? Скандальный бодосян. Абсурдная ситуация. «Посмотрите, он даже вот здесь вот видно по обуви. Посмотрите, вот так вот ведет. Не видите разве? Вижу, вижу». А еще раньше жители Борзи угрожали местным властям и лично Осипову голодовкой, если те не примут меры по расселению аварийного дома. «Я сказала вам тогда, и не побоюсь повторить это сейчас здесь, на Первом канале, вот всей администрации, которая при этом присутствовала, дай вам Бог, чтобы этот дом рухнул, когда я буду в нем. Если он рухнет, когда меня не будет дома, я за своих детей собственными зубами вам глотки перегрызу». Кстати, о детях. Александр Зудилов отчитывается перед Щегловой. Якобы можно выдохнуть, благоустройство придомовых территорий готово на 100%. А вот горожане и камеры операторов ЗАПТВ говорят другое. Ври, да не завирайся. К слову, вот так же по любви отряд Кости Долгова ищет пропавших без вести. Убитые горем забайкальцы идут к ним за помощью. А когда помощи у краевых властей просит сам руководитель отряда Денис Широбоков предоставить хотя бы здание под штаб, чиновники о любви сразу же забыли, зато вспомнили про деньги. Простите меня, мы обычные добровольцы, какая может быть плата за аренду, еще за нежилое помещение. Забайкалье – это действительно по любви. Особенно проявляется она после каждого проливного дождя. Когда ты не идешь, а стараешься не утонуть на одной из городских улиц. С любовью, предыдущий завхоз Читы вспоминался некоторыми зимой на больничной койке. Я подскользнула все начало дороги, вес у меня большой, меня вынесло туда на середину дороги. Там светофор, машина, час пик. Умирать в Чите дорого, да и жить не дешевле. Приобрести квартиру здесь уже на грани фантастики. Можно арендовать. Однако это сильно ударит по карману. Вторичный рынок. Та же однушка обойдется от 20 до 25 тысяч рублей. Дорожают ей продукты. Заходим в один из магазинов, берем молоко, чай, килограмм курицы, хлеб и два килограмма картошки. Затраченную сумму вы видите на экране. А это мы еще не взяли яйца, фрукты и макароны. Одним забайкальцам жить трудно, пенсии и зарплаты мизерные, а другие якобы живут ни в чем себе не отказывая. То есть, получается, в месяц у вас полторы тысячи? А вам хватает? Хватает. Мне хватает одной. Я, потому что не с сыном живу, а отдельно. Вот ты родился в Чите, так? Ты любишь эту. Ты родился здесь. У тебя есть сестры, он живет в Костаке. Он работает в магазине, убирается. Тысяча только, да, у него. Во вторник и в пятницу он работает. И она ему отдает, ну, отдает хозяин. А зуб-то все есть у меня. Сестра помогает. Вам показать? Нет. А я работаю. Мне хватает. Это в день. В день. Знаете, чтобы я покушал. Сколько ваш заработок ежемесячно? В месяц? В день, что ли. А в день? В день, ну, тысячи две. Тысячи две в день. Это вы кем работаете? Ну, дворник. А вам этих денег хватает? Чем-то хватает. Так я вот буду смотреть, какие сигареты. Я кудю. Такие себе. Подумайтесь. А чтобы хватало 20 тысяч. 20 тысяч? Да. Вам хватает вашей зарплаты? Да, вроде да. А сколько у вас заработок? Ну, около 30. Около 30 в месяц, да? И вам хватает? Ну, пока да. Вахтовик. Вахтами работаешь, возможно, есть возможность заработать. А на данный момент в городе такую зарплату вы никак не заработаете. Даже если у вас два или три высших образования, это ни о чем не говорит абсолютно. Скажите, вам хватает вашей пенсии? Не скажу. Почему? Не буду, не хочу. Почему? Конечно, не хватает. Вы что, не знаете, что ли? Сколько ваша пенсия? Честно? 18. У меня было раньше 10, как бы. Сейчас набежала, а сейчас 18 стало. Мне этого не хватает вообще никак. Приходится работать. Вы же знаете, у нас здесь вот жизнь, у нас в Чите, это никакущая. Нам вообще надо платить деньги за то, что мы живем здесь в Чите. Глядя на премии забайкальских чиновников, понимаешь, для них Забайкалье действительно по любви. По любви к деньгам. Вот только для аборигенов этот скоротечный роман заканчивается всегда одним сценарием. Поматросил и бросил. Но ведь у нас судьба свина. Да какая судьба-то? Да, да. По пьянке закрутилась и не выберись. Анжелика Панибрашина, Антон Доценко, ЗАПТВ.